Во всех поселениях Ленинского района в канун 9 мая прошли праздничные концерты, встречи с ветеранами войны, уроки мужества и памятные мероприятия. В поселке Совхоз имени Ленина празднование Дня Победы началось с торжественной церемонии возложения цветов к обелиску павшим воинам, жителям поселка и близлежащих деревень. Праздничные мероприятия, посвященные Всенародному Дню Великой Победы, в поселке Совхоз имени Ленина были открыты памятным митингом. К обелиску погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны землякам пришли многие жители поселения, но самыми дорогими гостями были ветераны. В адрес всех участников и свидетелей тех страшных лет звучали песни, стихи и, конечно, сердечные слова благодарности и признательности. Я хочу благодарить ветеранам за то, что они не дали врагам победить и поработить Россию. Я благодарю ветеранов за то, что они не дали врагам сделать нас рабами и что они дошли до Берлина. Большое спасибо, что они выиграли, что они победили. Собравшиеся почти ли память всех, кто добывал победу, но не дожил до наших дней минутой молчания. А школьники, как напоминание о том, какой ценой досталась победа, выпустили в небо ярко-красные воздушные шары. После торжественной церемонии возложения цветов ветераны войны были приглашены на традиционный прием главы поселения в кафе, где виновников праздника встречали артисты хора русской песни. Торжественный обед в честь 9 мая стал праздничной частью большой работы, которая проводится в поселении много лет совместно с предпринимателями. Так, в поселении создан специальный фонд, из которого ветераны получают дополнительные выплаты. В этом году во второй раз такую поддержку получили кроме основных категорий граждан и дети войны. Кому-то нужны лекарства, кому-то телевизор, кому-то газовая плита, кому-то просто нужны деньги, чтобы помочь своим близким, потому что для них это тоже очень важно. Мне хочется в эти дни вообще пожелать, чтобы, наверное, мы, так скажем, молодое поколение, молодое поколение по сравнению с ветеранами никогда не забывали о них, потому что они нуждаются в нашей поддержке, нуждаются в нашей помощи, нуждаются в нашей заботе. И всегда даже материальная помощь, хотя бы в добром сходе. Вообще, надо отметить, в сельском поселении совхоз имени Ленина внимание и помощь ветеранам, пожилым людям оказывается не только на празднике. Здесь ведет работу отделение «Дети войны», создан социальный центр, где проводится много мероприятий и выездных экскурсий. Мы были и в городе Муром, и в Дивеево, и в Егоревске, мы по мастерям ездили. И в то же время мы ездим, посещаем памятники на Поклонной горе. Вот узники были, мы туда возложили, мы возложения делали. Мы ездили на Митинское кладбище, где похоронены наши чернобыльцы. Везде это ветераны, и всегда мы берем с собой старшеклассников, или вот с шестого класса начали. Ветераны-участники войны встречаются с детьми, принимают участие в уроках мужества, их приглашают на концерты в школу и Центр культуры. Но в этот раз артисты сами пришли к гостям. Этот день в канун 9 мая, проведенный в кругу друзей земляков, запомнится пожилым людям как один из самых добрых и светлых праздников. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.